Я уже сказала, наша первая гостья, историк Тамара Эйдельман обещала выйти к нам на прямую связь, и да, у нас уже есть связь, госпожа Эйдельман, здравствуйте. Добрый день. Много вопросов пришло к нам, чтобы мы передали их вам в нашем телеграм-канале, и по ходу нашего разговора я буду их зачитывать, но хотела бы начать с вопроса, который, возможно, покажется абстрактным в каком-то смысле. Но вот в контексте того, что мы сейчас все переживаем, мне приходилось слышать такой вопрос, а если всё это повторится? И, наверное, это вопрос в каком-то смысле абстрактный и философский, но при этом насколько, на ваш взгляд, цикличность истории — это такой неизбежный факт? Нет, вы понимаете, это совершенно не абстрактный вопрос. Что касается цикличности, по этому поводу есть очень разные версии, Но думаю, что повторение, если мы говорим конкретно о повторении войны в Украине, или там какой-то ещё агрессии России, то здесь не нужна никакая цикличность, и не надо философствовать о каких-то там грандиозных, великих циклах. Я всё время про это думаю и много про это говорю. То есть мы сейчас все зациклены, естественно, на непосредственных задачах. Война должна быть остановлена. Украина должна быть восстановлена в своих законных границах. Виновные должны быть наказаны. Там компенсации выплачены. Это всё понятно. Но это, как ни странно это звучит, это самое лёгкое. Ну, то есть, ясно, что на самом деле не такое уж лёгкое, но для этого должна смениться власть. И дальше это всё произойдёт. А вот сделать так, чтобы это не повторилось, для этого должны произойти огромные духовные, я не знаю, душевные, организационные перемены во всей жизни страны. Это не просто, ой, вот войска выведены, ура, ура. Потому что война произошла не из-за Путина, или там не только из-за Путина, или не только из-за каких-то там агрессивных устремлений. Война произошла, потому что в нашей стране очень высокий уровень допустимой агрессивности по отношению к кому угодно, не только к Украине. По отношению к людям из других стран, другого цвета кожи, другой веры, по отношению к детям в собственной семье, к женщинам, к инвалидам, к животным, к кому угодно. Вот это основа для возможных повторений. С этим надо работать. Ну вот, если говорить об этой рефлексии и трансформации, как можно ее запустить? Как, на ваш взгляд, вообще, каким образом она возможна? Реализуема ли она? Конечно, реализуема. Мы видим, ну, мы видим пример той же самой Германии, которая была невероятно агрессивным, милитаристским, античеловечным государством, и какие произошли перемены. Другое дело, что для этого требуется десятилетие, для этого требуется выращивание новых поколений. И для этого нужно менять институты, армию, образование, бизнес, семью, и менять отношение людей к личности. Вот это то, это невероятно сложно, но я знаю, что это возможно, я убеждена в этом. Это задача деятелей культуры, это задача учителей, это задача психологов важнейшая, и многих-многих других людей. Вот только совместными усилиями, очень-очень сложными, это можно начать менять. Ну, а вот что касается культа личности, мы как-то говорили с писателем Людмилой Улицкой, которая рассуждала вместе с нами о портретах тех лидеров, которые висят в кабинетах, ну, в России в частности, или в советском периоде, если мы говорим. Она как раз сказала, что эти портреты будут сняты в тот момент, когда Путин уйдет, к примеру, его портрет снимут, но повесит какой-то другой портрет. Это неизбежность, вот эта смена этих портретов, и культ, этот культ личности? Ну, я считаю, что в истории нет ничего неизбежного. Есть какие-то вещи, вероятность которых больше, чем других, но очень много зависит, во-первых, от решения конкретных людей, и, кроме того, история вообще непредсказуема, в ней бывают невероятные повороты. Вот тот вариант, который формулирует Улицкая, он, конечно, возможен. То есть вместо Путина появляется кто-то другой, может быть, таких же взглядов, может быть, более мягких, отличающихся. И дальше начинает тоже формироваться жесткая власть, преклонение перед вождем и так далее. И постепенно все как-то снова, эта раковая опухоль вырастает. Вот с этим тоже надо бороться. С этим надо бороться с двух сторон. Во-первых, должны быть не... Мы должны упирать не столько на правление того или иного человека, сколько на создание правильных институтов. Потому что демократия – это далеко не только свободный выбор. Это очень важная вещь, естественно. Но это и независимый суд, и независимая и ответственная пресса. Это новая совершенно... новая роль армии в обществе. Совершенно не такая, как сегодня, когда силовики все решают. И многое другое. А с другой стороны, это независимость каждого конкретного человека. Вот если ты знаешь, что ты достоин... Вот ты, кто бы ты ни был, рок-звезда или дворник, крестьянин, профессор, что вот ты заслуживаешь уважения просто как человек на своем рабочем месте, у себя дома, на улице, в поликлинике, где в магазине, ты заслуживаешь уважения. Ты себя будешь уважать. Ну, можно сказать по-другому, что если ты будешь уважать себя, то ты добьешься этого уважения. Тут такой обоюдный процесс. И вот если люди понимают, что они много значат, то тогда они вспоминают, что те, кто сидят во власти, это их наемные работники, а вовсе не их вожди, великие учителя и спасители. Вот мысль, которая была озвучена, если я не ошибаюсь, ну не только Дмитрием Муратовым, но в интервью у Дудя, мне кажется, я у Дмитрия Муратова тоже слышала ее. И наши эксперты Дмитрий Орешкин вот недавно выходил, мы тоже с ним эту тему обсуждали, о феномене россиян, которые не зарабатывают достаточно и даже, возможно, находятся за чертой бедности, но при этом консолидируются вокруг власти и считают ее сакральной, и не возражают той роскоши, которая есть у этой власти, зная об этом, и даже, ну, принимая даже те расследования оппозиционных каких-то блогеров, которые это выдают, принимая их на правду, но при этом не возмущаясь. Почему это происходит, на ваш взгляд? В чем феномен вот этого? Ну, во-первых, я бы хотела напомнить, что не все так живут. Конечно, не все. Да, мы знаем про сотни тысяч, а может быть и больше, которые это видят, возмущаются и выступают против. Что касается тех, кто это принимает, то мы, конечно, говорим о очень древнем архаическом сознании, которое... Я вот сейчас читаю разные книги о Первой мировой войне, и, скажем, есть историки, которые пишут о том, что вот началась война огромная, страшная, начались мобилизации по всей России, и там были бунты иммобилизованных, и рыдали бабы, и все что угодно. А одновременно с этим... Вот есть версия, что такой кризис страшный, он как бы возбуждает именно эти древние слои. Ну, то есть, как сказать, вот наступает на нас какая-то опасность. Кто же нас, бедных, защитит? Нас защитит государь, в какой бы там... Как бы он ни назывался, царь в тот момент, президент, еще кто-то. Нас защитит вождь, и мы сплотимся против него. И в этой ситуации наша личная бедность ничего не значит. Наоборот, может быть, даже. Вот это опять... Она показывает... Мое положение показывает мою незначительность. Значит, я ищу того, кто меня защитит. Это тоже... Это в один год и в одно десятилетие не уходит. Но справиться с этим можно опять же то ли... Или там ослабить это. Справиться, наверное, полностью невозможно. только если увеличивать вот это вот уважение людей к самим себе. Создавать такие условия, в которых ты хочешь заняться бизнесом, ты нормально этим занимаешься, не боишься ни ракетиров, ни чиновников, а боишься только ответственности за свои дела. Если ты хочешь писать, то ты пишешь. Если ты хочешь пахать землю, то ты пашешь. Вот. И это очень сильно всё. Вот если говорить о расколе элит, о нём много говорят, как о критерии краха той системы, которая сформировалась в России. Что касается того, что сейчас. Мы видим вот условно откровение бывшего офицера ФСО, который говорит о том, что перешёл на другую сторону. Есть определённые среди бизнесменов возможно раскол, но можно предположить по той информационной повестке, которая приходит. Но при этом каких-то таких очевидных, ну, переговоры Пригожина и Ахмедова тоже может быть свидетельством этого, но всё-таки косвенные, наверное, признаки или прямые. Видите ли вы этот раскол элит и насколько, если обратиться в историю, это существенный фактор для того, чтобы разрушить систему? Это один из самых существенных факторов, потому что системы такие не нарушаются даже демонстрациями, пикетами, вот это всё. Ну, естественно, мы знаем ситуации, когда выходили люди в разных странах, там избрасывали власть. Но, в принципе, вот все любые выступления, которых много, кстати, всё вот россиян обвиняют в том, что они не выступают, есть самые разные выступления, они формируют общую атмосферу, они показывают тем, кто колеблется, что вот оказывается, есть и другое мнение. Они показывают элитам, что есть другое мнение. Они подчёркивают лишний раз какие-то вещи, которых, может быть, хотелось бы забыть. Но элиты решают очень много. И, понимаете, мы не знаем, что там происходит. И я не берусь судить, но я не политолог. Да и политологи судят-то, в общем, по каким-то очень косвенным данным. Лет через 50, когда историки будут изучать это время, наверняка они будут писать о том, что происходило в элитах. Мы можем предполагать просто по умолчанию, что этот раскол есть. И, конечно, вот изо всех тех сведений, которые просачиваются, о которых вы сейчас говорили, но помимо этого, ну, понимаете, там тоже есть нормальные люди. И вообще не надо быть каким-то супер, не знаю, интеллектуалом, суперсвятым, чтобы понимать, что Россия, с Россией происходит катастрофа, что она катится вообще в бездну. Для этого будь то государственный деятель, военный, бизнесмен, чиновник, ну, чуть-чуть у тебя мозгами ты пошевельнул, и ты это понимаешь. Поэтому просто я, ну, я не могу говорить, я не сомневаюсь, но я думаю, что очень велика вероятность, что там очень такие странные вещи происходят среди элит. Понятно, что они боятся, понятно, что Путин следит за этим зоргой, стравливает там какие-то группировочки. Но думаю, что этот раскол есть, и думаю, что он будет становиться все сильнее. Ну, вот говоря как раз об этом откровении бывшего офицера ФСО, по крайней мере, так это сейчас интерпретируют в средствах массовой информации, то, о чем он рассказал, в принципе, было известно и ранее, и об этих кабинетах-клонах, которые есть у Владимира Путина, и о том, как, например, уезжает кортеж Владимира Путина, а он остается в том месте, в котором остается, но при этом делает вид, как будто бы он уехал для того, чтобы запутать разведки и прочее. Но вот спрашивают наши зрители в том числе о том, в истории был такой персонаж, с которого Путин может сейчас брать пример в вопросах своей безопасности, вот совершая все эти манипуляции? Ну, вы понимаете, тут очень тоже сложно отделить правду от слухов. И эти откровения, тоже их надо еще проанализировать, что там фантазии, что нет. Но очень похожие вещи говорили про Сталина. Что у Сталина были двойники, что ехали разные машины в разные стороны. Это, в общем, такие напрашивающиеся вещи. Но насколько это соответствует действительности, вот все эти разговоры, там, скажем, про путинских двойников, мне кажется, что это все сказки. Понятно, что эти сказки порождаются этим его страхом, его сидением в бункере, этим, это его дикоизоляцией, тоже вполне характерной для диктатора. Ну, я думаю, что такого бы, такого было много. Разные латиноамериканские диктаторы похожим образом себя вели. Сидишь, от всех отдалился, и дальше, главное, все же понимают, что, ну, как там, самосу, никарагуанского диктатора убили, он ехал, на него просто сверху там выстрелили из базуки. Не говоря уж о смертниках. А вот египетский президент Анвар Саддат принимал парад, и его же, собственно говоря, элитные подразделения, они просто встали и его расстреляли. Так что, они, конечно, все этого боятся. И поэтому так и действуют. Ну, угроза в самом ближнем окружении может считываться Владимиром Путиным, исходя из какого-то... Конечно, конечно. Ну, потому что, знаете, то, что там где-то кто-то, какая-то оппозиция, там еще кто-то, им недовольны, они далеко. Да, кто сидит, кто за границей. Ну, людей в стране, он, конечно, вообще за людей не держит и не думает, что они ему составляют угрозу. А почему они ему не составляют угрозу? Потому что он загорожен от них там ОМОНом, полицией, ФСБ, армией, охраной, вот много кругов, да, от самых широких и все уже и уже. Но, соответственно, для того, чтобы от них заграждаться, он должен этим людям давать оружие, давать информацию, давать власть. Это всегдашняя ловушка всех диктаторов. Они попадают в зависимость от тех, на кого опираются. Поэтому, кстати, разные диктаторы, и это тоже неплохо бы помнить элитам, окружающим Путина, например. Разные диктаторы понимали, что вот есть эта опасность. И регулярно элиты меняли. Вот Иван Грозный придумал опричное войско исключительно потому, что он ну как бы опасался, скажем, там, независимых бояр. Он придумал войско, никому не подчиняющееся, без всяких традиций, подчиняющиеся только ему, куда набирали самых разных людей, из разных слоев общества. Задача вот вынюхивать, выгрызать измену и защищать государя. Прошло семь лет, и он их же переказнил и взял других. Слишком большую волю взяли, потому что, естественно, у них очень большая воля. А Сталин вышел как ставленник партийного аппарата. Дальше мы знаем все эти партийные чистки 30-х годов, все эти процессы, казни. Что он делает? Он старых большевиков, которые помнили его еще не великим вождем и учителем, а просто кобой, мало кому известным грузинам, он их уничтожает и выдвигает своих. Судя по всему, к началу 50-х годов он планировал следующий круг репрессий, именно партийных, потому что ясно, что за эти годы все эти люди, там, Берия, Маленков приобрели очень большую власть, очень большое влияние, он за этим тоже следил, Сталин, он регулярно стравливал разные группы в своем окружении, последовательно это делал, он вводил совершенно невлиятельных и новых людей, скажем, там, в состав ЦК, в состав политбюро, президиума ЦК, чтобы показать, а вот видите, у меня есть другие, я от вас не завишу, бойтесь этого, Гитлер, который пришел с помощью штурмовиков, потом устроил ночь длинных ножей, это напрашивается, и может быть и Путин о чем-то таком думает, ну, собственно, это уже происходит, да, потому что он кого-то отодвигает, кого-то приближает, каких-то там губернаторов, генералов начинают сажать, я бы советовала им всем подумать об этом, я очередь следующая, Но говоря о сталкивании вот этих группировок, как вы сказали, если говорить о том, как Путин столкнул Пригожина и Шойгу, можно ли здесь найти какую-то параллель, поскольку ведь Пригожин получил определенную власть с начала так называемой специальной военной операции? Конечно, конечно, это ровно вот то, о чем я говорила, вот как Сталин, скажем, там был, ближайший человек к Сталину был Молотов в течение многих лет, в течение войны, был нарком иностранных дел, много разных постов занимал, и вдруг после войны Сталин начинает его просто последовательно унижать, оскорблять, там всякие ужасные письма ему писать, приказывая другим из своего вот этого ближнего круга, там Берии, Маленкову и другим, обсудить гнусное поведение Молотова, то есть Молотов, естественно, трясется и думает, что когда за ним придут. Другая вещь, когда он брал заложников, вроде того же Молотова, у которого арестовали жену, а у всех у них, вот казалось бы, они вообще неприкосновенные, ничего не грозит, а у каждого или на кого-то было дело, и папочка лежала, чтобы использовать, или кто-то сидел, вот он всех держал на каком-то крючке, и думаю, что Путин действует так же, я не знаю, насколько он в курсе того, как поступал товарищ Сталин, мы знаем, как у Владимира Владимировича с историей, плохо, но это, наверное, напрашивается само собой в его положении. Вот что держало тех, чьи жены, чьи близкие люди были в заточении, история Поскребышева, она мне всегда не давала покоя, почему он продолжал прислуживать Сталину, при том, что его жена была как раз в этих списках. Тут могут быть самые разные вещи, потому что это может быть вот такая собачья преданность Сталину. Вот как раз Полина Жемчужина и Молотов, которые уж столько получили от Сталина, они всю свою жизнь все равно были ему преданы, они не принимали решения даже 20-го съезда, они все равно продолжали молиться на Сталина, что бы ни произошло. Но это уже какой-то клинический вариант. Но есть просто страх. Ты уйдешь, а, кстати, ты уйдешь, а что будет с твоими близкими, а что будет с тобой, ты знаешь, с каким людоедом, как из мафии, тут просто так вот взять и уволиться. Извините, товарищ Сталин, я пойду. Куда? Никуда. Вот. Они уже попали, гоготок увяз. Ну и, наконец, есть версия, которая, ну, сегодня, конечно, далеко не все с ней согласны, но знаменитый историк Абрахманов Тарханов высказал ее первым. Он считает, что они пристукнули Сталина. Как раз потому, что, потому что чувствовали себе угрозу. Что вот поняли, что грядут какие-то новые партийные именно репрессии и решили его обогнать. Я не знаю, так это или нет. Это очень красивая версия, но доказать ее трудно. Но это тоже возможный вариант. И в облегченном варианте, скажем, это то, что произошло с Хрущевым, потому что вот 20-й съезд, да, там самые сталинисты потом выступили против него и их сломили. А дальше сколько всего Хрущев делал, 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 все это терпели они. Хотя далеко не все им нравилось. Последней каплей было то, что он разделил обкомы партии. Вот первый секретарь обкома всегда был царь в своей области. И вдруг оказалось, что есть два теперь обкома, промышленные и сельскохозяйственные, соответственно, два человека, не может быть два царя. И это был последний удар. А до этого им, конечно, ужасно не нравилось. Хрущев все время снимал начальников, ставил новых. Он заставил съезд принять принцип ротации, того, что надо все время менять. То есть они опять, они почувствовали себе угрозу. Может быть, не такую, как при Сталине, не угрозу жизни, но угрозу их благополучию, их стабильности, их кабинетам, их дачам. И они сняли Хрущеву. Вот это очень характерно. И очень характерно, что-то очень быстро после этого снимают, убирают этот принцип ротации. И они все знают вот всю брежневскую эпоху, что мы будем все время на своих постах, ничего с нами не будет. Если кого-то Брежнев даже снимал, то никуда не выкидывал, а вот там, ну, давал какое-то назначение поменьше. Ну, вот. Ну, тот конец, который был у Сталина, пугает ли он Владимира Путина? Может ли он его пугать? И ожидает ли такой авторитарный лидер, как Владимир Путин, давки, как была на похоронах у Сталина, когда даже не хватило цветов для Прокофьева? Я как музыкант по первому своему образованию всегда очень внимательно этот момент отслеживала, что действительно, тогда весь Прокофьев в один день ушел вместе со Сталиным, и он был практически без цветов на его могиле. Ну, да, и практически как бы без похорон, потому что почти никто туда не пришел. Ну, понимаете, как? Ну, во-первых, у меня-то ощущение, что он думает, что он бессмертный. Он так, наверное, какой-то частью мозга понимает, что тема смертная, но, во всяком случае, он будет продлевать свое существование как можно дольше. С учетом достижения мировой медицины это может быть действительно очень долго. И я думаю, вот как раз, что это, это тоже странная такая шизофреническая вещь, потому что, конечно, он должен понимать, что как на эти митинги пропутинские сгоняют бюджетников, привозят, да, но он же все равно, он же всех людей, конечно, за быдло считает, и, конечно, он думает, что быдло придет и к нему, и будет вечно на него молиться. Вот такая мысль, которая была озвучена, прежде чем я перейду к вопросам, которые к вам пришли в нашем телеграм-канале, вспомнила мысль, которая была озвучена, я не хочу вырывать из контекста, но я помню, что это сказал Борис Акунин как-то, обсуждая, мне кажется, Ивана Грозного в одной из своих бесед с журналистом, он говорил о том, что все правители так или иначе в своем понимании мира хотят хорошего для своей страны. Возможно, это такая расхожая версия тоже среди историков. Что вы можете по этому поводу сказать, действительно ли это так, справедливо ли это? Ну, в какой-то мере, наверное, да. Меня мои ученики часто спрашивали там про разных людей, скажем, про Ленина, про Сталина. А вот он что хотел? Он хотел просто власти или он хотел облагодетельствовать? У меня ощущение, ну, это, конечно, бывает очень по-разному, эволюция разная, но они думают сначала вот о том, как все должно быть хорошо в их понимании. Сделать революцию, отнять землю у помещиков или там перебить всех евреев или вот восстановить Советский Союз. А потом они... Вот это очень интересно было бы проследить, но, конечно, это мало возможно. В какой-то момент они перестают отделять собственную власть от этого благодетельствования народа. То есть будет хорошо только потому, что я... Ну, это опять вопрос о ценности личности. Потому что вы все, как дети малые, вы не понимаете собственного счастья. А я за вас все решу и вам все будет хорошо. Ну, и поэтому совершенно нормально, что у меня огромная власть, что у меня золотые унитазы, что у меня эти все дворцы в Геленджике и в других местах. Потому что я за вас за всех решаю. Знаете, я думаю, что когда он говорил Путин, что он вкалывает как раб на галерах, он говорил совершенно искренне. Он, конечно, наверное, много занимается государственными делами. И потом... Уф! О, сколько я ради них делаю. Ради вот этих вот. Это, я думаю, для него такое осознание. И он считает, что он заслужил все то, что заслужил. Но при этом говорят и о своей личной жизни. Путин тоже не забывает. Все-таки про Кабаеву регулярно пишут довольно авторитетные источники и говорят, и разоблачают очередные квартиры совместные. Так это естественно, потому что те, кто ему близки, они как бы вот затронут этой его аурой. И они тоже заслуживают наград. Ну и вообще, он потому что... Я думаю, что такой человек в какой-то момент он начинает думать, что все, что он делает, конечно, хорошо. Тем более, понимаете, когда его никто никогда в глаза не критикует. А те, кто там где-то чего-то вопят, это вот бандерлогия, которых надо уничтожить. Он верит в это. Это есть любому из нас. Если будут каждый день говорить, какой он гениальный, какой он потрясающий, какой он мудрый. Ну тут поверишь, конечно. И, соответственно, кто ему нравится, тот хорош, того надо наградить. Вот ему нравится женщина, пусть у нее все будет. Это вот тоже, это все вытекает одно из другого. Ну вот переду к вопросам. Марат спрашивает у вас, кого из историков следует читать, из исторических блогеров смотреть? Тамара Эйдельман, Марк Солонин, Максим Кацца, Леонид Млечин, Николай Сванидзе или маэстро Панасенков? Вы знаете, мне стыдно сказать, но у меня столько времени занимает подготовка собственных лекций, что я очень мало что смотрю. Я смотрю Дудя, вот я могу сказать. Но вообще вот из перечисленных историков у меня вызывает очень большой интерес Марк Солонин, который, конечно, иногда перехлёстывает, которого я понимаю, я вот вижу иногда, как его просто ведёт, ну там, грубо говоря, его ненависть к садской власти, которая мешает ему быть полностью объективным. Но при этом настолько интересно всё то, что он говорит, настолько глубоко и настолько новый взгляд, что вот я к нему очень сильно прислушиваюсь. Кстати, Леонид Млечин, после 24 февраля, он как-то перестал говорить, как мне кажется. Не знаю, вы говорите, что вы не очень следили, да, и не можете это прокомментировать? Я не знаю, честно говоря. Понимаете, то есть я вот читаю какие-то его книги, готовясь, скажем, к лекциям по 20 веку, но что он сейчас делает, я просто не в курсе. Да, я тоже, я вот сейчас только вы сказали, я впервые задумывалась, но не знаю. Ну вот маэстро Панасенков, о котором упомянул наш зритель, он довольно высокого о себе мнения, как историк. У вас есть какое-то... Ну, вы знаете, так как он теперь, он наш брат, иностранный агент, то... Ясно, да. Да, вот когда мы все будем в другом состоянии, тогда будем разбираться в наших исторических взглядах. Ну вот спрашивает Екатерина, с каких книг, каких авторов, по мнению госпожи Эйдельман, следует начинать учить историю? Хотя бы несколько примеров, если вы могли бы перечислить. какую историю? Понимаете, какая история бесконечная? Что значит учить? Если речь идет о ребенке, то это одно. Если просто знакомиться с историей, ну, это надо понять, какой период вам интересен, какая... Ну, вот для меня, например, невероятно важны французские историки знаменитой школы анналов. Это непростое чтение, ну, хотя там у них разные книги, но оно интересно для меня всегда, там, Марк Блок, который написал книгу «Апология истории», наш замечательный историк Арон Яковлевич Гуревич, который, ну, он не принадлежал к школе анналов, но он действовал в их духе, скажем так, и писал о них. И они, мне кажется, очень важными, потому что они не просто... То есть они проводили свои исследования, скажем там, Блок занимался средневековой Францией, Гуревич занимался скандинавами, викингами и так далее. Но одновременно об этом они думали о том, какие силы двигают истории, вот что приводит ее в действие. Они ввели... Они стали изучать совершенно новые слои в истории, потому что, в общем, до них, ну, не только до них, но, скажем, привычная для нас история, это история политическая. Такой-то царь решил то-то, сделал то-то. А вот они ввели понятие молчащего большинства, да, они изучали, как жили там крестьяне в какой-нибудь деревне средневека. Откуда мы это знаем? Мы этого не знаем. Вот повзи, попробуй, найди. Они придумали, скажем, что можно изучить отчеты, ну, исповеди нельзя изучить, но там наказания, которые накладывались, из этого что-то вывести. Ну, это такой один маленький пример. То есть, они ввели огромные какие-то пласты экономической, социальной истории, которых до этого не было. Но вот если по-настоящему разбираться, я бы начинала с ней. Что касается того, что сейчас происходит в российских школах, и эта история, которая будет и уже преподносится школьникам, насколько трудно будет потом как-то попытаться это переосмыслить и вообще изменить, на ваш взгляд? Вот все эти книги, которые сегодня берутся за образец. Это будет очень сложно. И не только потому, вот сейчас, конечно, этот страшный такой, не знаю, ливень промывания мозгов, который происходит, но в то же время я бы не стала преувеличивать влияние учебников и классных часов на детей. У детей все-таки защитные механизмы есть. Конечно, все равно это возмутительно, то, что происходит. Но мне бы хотелось увидеть в будущем вообще преподавание истории совершенно по-другому, где нет такого, что детям сообщают одну версию, которая единственно правильная. Вот сейчас говорят, что там идет деноцификация Украины, да, и ура, ура. А если потом прийти и просто сказать, нет, это все было неправдой, это была агрессивная война, запомните это. Они, конечно, запишут вопрос, насколько они-то поймут. Вот задача организовать обучение так, чтобы дети сами приходили к каким-то выводам, чтобы они знали, что есть разные версии, дать им разные оценки происходящего сегодня, сегодняшнюю официальную российскую, официальную украинскую, сообщение каких-то независимых источников, и пусть они их анализируют. На этой методике все давно разработаны в разных странах. Пусть они анализируют, пусть они их сравнивают и делают выводы. Вот это самое важное. Вот много вопросов, я надеюсь, что успею всех задать. Олег пишет, Анна, спросите Тамару, как она оценивает отношение Солонина к блокаде Ленинграда. Другой источник, историк, простите, Лев Лурье, в этом с Солонином категорически не согласен. Знаете ли вы позицию? Честно говоря, что-то я не помню, что Солонин пишет о блокаде Ленинграда. Как-то это я упустила. Вот скоро, скоро будем записывать лекции о Второй мировой войне. Обещаю прочесть все, что Солонин написал про блокаду и обязательно в лекции предсказать. Вот спрашивает также, почему политики не учат уроки истории, постоянно совершают ошибки, иногда фатальные, которые до сих пор совершали их предшественники? Неужели нами правят двоечники все время? Спрашивает наш зритель со сложным учеником. Вы знаете, мы не можем представлять себе уроки истории, как... А вот я сейчас прочитаю про Великую Французскую революцию. Раз там было так, то и я должен поступать так. Если бы все было так в истории, все было бы очень просто. Да, ты смотришь на механизм и ты повторяешь. Уроки истории – это уроки тоже развития личности, ценности человека, каких-то вот таких действий. Но история очень разнообразна. Они берут из нее то, что им нужно, к сожалению. Так что это не то, что прямое повторение. Это большое-большое разнообразие, я бы так сказала. Вот в продолжении моего вопроса о школе и тому, как там преподносят информацию, Виктор спрашивает. Сейчас в российские учебники по истории включают текущие события, в том числе войну в Украине. По вашему мнению, события до какого исторического периода правильно включать в учебники по истории и как вести работу родителям со своими детьми, чтобы защитить их от пропаганды в школах и чтобы они знали правду о происходящем? Это два совершенно разных вопроса. То есть, что касается изучения современной истории, я бы останавливалась сейчас, скажем, ну, например, на 91-м году. Потому что все остальное это, ну, может быть, на 2000-м, предположим. Для остального есть курс обществознания, где нужно изучать современные политические события, экономическое развитие и так далее. Другой вопрос, как изучать, да? Но это никак еще не история. Мы слишком зависим от этих событий. Что касается защиты от пропаганды, это ужасный, мучительный, страшный вопрос. Мне его все время задают. И, к сожалению, у меня нет одного ответа. И он не может быть. Потому что в каждой конкретной ситуации ваш ребенок, ваша школа, в каких отношениях ребенок с классом, с учениками, с учителями, мне кажется, что единственное, что для всех обязательно не врать своему ребенку, не говорить, ну, я потом тебе, когда вырастешь, все объясни. Ребенок должен знать, что родители с ним честные и что родители всегда будут на его стороне. А вот все остальное это надо решать самим, исходя из конкретной ситуации. И у нас есть звонок, зритель хотел бы задать вопрос. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Звонок, зритель хотел бы задать вопрос. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, пожалуйста, потише. Ксения, я звоню вам из Нидерландов. Я ничего не слышу. Пропала Ксения. Да, Ксения звонила нам откуда-то и не успела сказать откуда, но сорвался звонок. Перезвоните нам, номера сейчас появятся на нашем экране, и вы еще успеете это сделать. Да, и у нас есть звонок вновь. Да, и у нас есть звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте еще раз. Меня зовут Ксения. Я звоню вам из Нидерландов, но я вообще из Германии, причем из бывшей Восточной Германии. И у нас довольно популярное выражение, ну, в смысле такое, приписываемое Бисмарку выражение о том, что Германия, которая на самом деле моя достаточно страна, а то она только в XIX веке стала прямо страной. Так вот, Бисмарку приписывает высказывание, что Германию создал школьный учитель. И имеется в виду при этом учитель истории и школьный учитель немецкого языка. Вот к Тамаре Эйдельману у меня вопрос. Она наверняка слышала это высказывание. В любом случае, как она относится к вот такому мифотворчеству, скажем так? Есть ли в этом какое-то рациональное зерно или это очередной исторический анекдот? Спасибо. Ну, знаете, Бисмарк был человек очень рациональный, циничный, конечно, очень много всего понимавший. Битва при Садовой, сказал он, выиграл школьный учитель. Битва при Садовой – это была битва между прусскими и австрийскими войсками, когда Пруссия и Австрия боролись за гегемонию в германских землях. И после этой битвы, скажем, стало ясно, что объединение уже будет вокруг Пруссии, как и хотел Бисмарк. Ну, понимаете, что имелось в виду? Конечно, что учителя внушали националистические чувства в прусских гимназиях, что армия воспринималась как наилучшая карьера. Это тоже шло через школу во многом. Ну, и Бисмарк прав в том смысле, что школа очень сильно воздействует. Другое дело, я бы сказала, что сегодня, за прошедшие там, ну, уже почти 200 лет, очень много других источников воздействия. Поэтому я бы не стала сегодня это преувеличивать значение. Хотя, конечно, через школу идет очень много, очень большое влияние. Да, еще есть у нас звонок, подсказывает мне режиссер. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, Антон, Санкт-Петербург. Два вопроса. Скажите, пожалуйста, сейчас очень в России все неспокойно взрывают то одно, то другое, кого-то расстреливают. Скажите, России сейчас нужна революция? И второй вопрос, точнее, я уже сегодня его задавал. Скажите, если Владимир Владимирович окажется в какой-то другой стране и его отправят в этот самый, на суд ГАГУ? Наши элиты будут делать очередной 20-й съезд с очередным разрешением культа личности? Или что они будут делать? Спасибо. Спасибо. Ну, что касается революции, я скажу так, что России, конечно, нужна революция. Другое дело, что революции бывают разные. В нашей стране, мы когда говорим революция, мы сразу представляем себе или Великую Французскую, или 17-й год. То есть моря крови. Поэтому, когда говорят, ты что, революцию хочешь? То есть ты что, хочешь кровью всех залить? Ну, Россия уже залит так кровью. Я уж не говорю про Украину. И надо бы остановить это. Но революции бывают другие. Бывают бархатные революции, которых вообще кровь не пролилась. Боюсь, что нам это не светит. Очень хотелось бы, конечно. Но какое-то коренное изменение я бы предпочла, чтобы оно совершилось максимально мирным путем. Хотя, конечно, полностью мирного не будет. Что касается 20-го съезда и так далее, то если когда-нибудь Владимир Владимирович и его соратников отправят в ГАГу, то это значит, что уже все будет разоблачено. Потому что это будет непременное условие любых перемен. Никакие перемены не будут возможны, пока не будут наказаны преступники и осуждены их действия. Поэтому, конечно, если его выдадут когда-то, это уже будут совершенно другие люди. Даже если они будут из его окружения, а вовсе не какие-то революционеры. И они, конечно, будут открещиваться и говорить, что все надо менять. Про Бориса Акунина спрашивают вас. Как вы относитесь к истории государства российского? Бориса Акунина. И сразу следом еще вопрос. Анна, если успеете, спросите, кто лучше описал времена Ивана Грозного? Акунин или... Вот тут не до конца я могу фамилию прочитать. Скрыников. Ах, ну это же совершенно разные вещи. Я очень люблю романы про Фондорина. Что касается истории государства российского, то надо понимать такую вещь. Ну, это как всегда прекрасно написано, как Григорий Шалович. У него так по-другому не бывает. Но надо понимать... Он сам прекрасно понимает. Он не историк. Да? Это просто... Это рассуждение. Очень умного, очень интересного человека об истории. Вот. И именно поэтому, скажем, сравнивать Скрынникова и Акунина это немножко странно. Скрынников, конечно, тоже писал научно-популярные книги. Но он историк. Акунин рассуждает, философствует, скажем так, о судьбах России. Это вообще разные жанры. Я-то считаю, что лучше всех самая интересная книга это книга Владимира Борисовича Кобрина Иван Грозный, которую я вам всячески рекомендую. Ну вот так же задают вам вопросы про Михаила Зыгаря и хотят узнать вашу точку зрения о его трудах. Хоть он не историк, но журналист. И описывает... Мне очень нравится. Я сразу могу... Мне очень нравится, мне кажется, это очень интересно. Вот эта идея коллажа разных событий, их сопоставлений и так далее, по-моему, это очень любопытно. Пишут... Олег спрашивает. Как известно, историю пишут победители. А существуют ли вообще объективные учебники истории? Знаете, историю пишут все, не только победители. Что такое объективность? Под словом объективность предполагается отсутствие собственного мнения. Такого быть не может в принципе. Объективность историка это значит, что историк не врет. Это значит, что он высказывает свое мнение обоснованно на фактах, не подстраивая факты под мнение, а свое мнение выводя из известных ему фактов. Потом придет другой историк, который, может быть, его опровергнет, но это не значит, что тот не был объективным. Вот это объективность истории. Вопрос от Жени. Кто победил в Бородинской битве? В ничью сыграли. Ну, я серьезно так считаю. В общем, там очень трудно определить победителя. Ну, вот Виолетта просит вас, если вы можете, перечислить топ-фактов лжи присутствия в учебниках истории по СССР. Да вы знаете, там нет особой лжи. Там нет особой лжи. Вопрос в том, что, например, ну, скажем, про пакт Риббентропа-Молотова все меньше пишут. Я думаю, что он сейчас вообще исчезнет. Про репрессии. Но там большая часть необходимых фактов есть. Вопрос в том, как они интерпретируются. И вообще вопрос в том, как они подаются. Потому что они подаются как последняя истина, а должно быть все по-другому. Дети должны сами с этими фактами работать и сами каким-то выводом приходить. А так вот лжи прям там нет особой. Не особой, а вообще. Ну вот еще про детей. Уважаемая Тамара Натановна, насколько глубоко будет травмирована детская психика в сегодняшней системе образования? Или есть возможность влияния в семье с учетом новой реальности доносов? Речь о России несогласных, конечно. Ну, я опять сказала. Главное, чтобы вы были честны со своим ребенком, чтобы он знал, что вы всегда на его стороне. Но дальше, насколько вы готовы, скажем, подталкивать своего ребенка к конфликту с учителем, с классом и так далее, это уже вы должны решать сами, исходя из возраста, из всего. Но не врать. Вот в этом я абсолютно убеждена. Я всегда была противником домашнего обучения. Сегодня, мне кажется, пока еще это не запретили, я думаю, что они скоро за это возьмутся. Я бы советовала вот в такой ситуации рассмотреть вариант домашнего обучения. Хотя я понимаю, что далеко не все могут себе это позволить. Спрашивают, знаете ли вы, кто придумал название Белоруссии и Белоруссии? Белоруссия или Беларусь сейчас очень много споров по этому поводу. Все-таки, когда говорят Белоруссия, то это ассоциируется с Александром Лукашенко. Люди, как мы знаем, не согласны и выходили в 2020 году на протесты, мирные протесты в Беларуси. Кстати, сейчас Александр Лукашенко снова встречается с Путиным, вот в эти минуты он вновь приехал в Москву. Успеха ему, да. То есть Белоруссия или Беларусь, это просто разница между русским и белорусским произношением. Но сегодня, и, конечно, по-русски, мы всегда говорили Белорусь, Белоруссия, ну или там Белорусь, но сегодня, естественно, как проявление нашей поддержки и нашей солидарности с народом Белоруссии, я, например, говорю и пишу Белорусь. И еще вопрос от Ирен. Он спрашивает, как-то в одном из интервью Тамара сказала о своем неоднозначном отношении к Степану Бандере, точнее, самого Бандеру Тамара считает неоднозначным историческим персонажем. Как вы думаете сейчас, может ли у вас была возможность ознакомиться лучше с историей этого человека? Что скажете? Ирэн, наверное, только это она, да, а не он. Ну вот как-то... Ну, неважно, неважно. Я по-прежнему очень неоднозначно отношусь к Степану Бандере, но сейчас это потребует очень долгого рассказа. Через некоторое время в обозримом будущем, вот мы уже дошли по истории Украины, у меня на канале до конца 19 века, скоро вот выйдет, а потом начнём говорить про 20 век, и тогда я подробно, естественно, буду говорить про Бандеру тоже. Ну что ж, много ещё вопросов, но мы благодарим вас, что вы нашли время поговорить с нами. Спасибо, и до следующего раза ждём вас в Риге. Спасибо, что позвали. Всего доброго. Тамара Эйдельман была с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова